Венгерский кувас – очень крупная, сильная, невероятно красивая собака. На протяжении веков она использовалась для работы с домашним скотом. Максимальная высота в холке этих собак 76 см, а вес 62 кг. У куваса гармоничное, пропорциональное телосложение, корпус квадратного формата, спина средней длины, крепкая и сильная, круг мускулистый, холка выделяется и находится выше уровня спины. Грудь глубокая, широкая и мускулистая, конечности развитые, параллельные, лапы крупные, крепкие, круглой или овальной формы. Шея короткая, мускулистая, голова пропорциональна телу, поджарая и сухая, переход от олба к морде выражен слабо. Челюсти развитые, прикус ножницеобразный. Глаза красивой миндалевидной формы, темно-карьего цвета, мочка носа черная. Уши висячие, V-образной формы. Хвост низко посажен, опущен вниз, а кончик немного слегка загибается вверх. У венгерского куваса очень красивая длинная, волнистая шерсть. Окрас белый или цвета слоновой кости. Считается, что для селекции выбирались собаки сугубо белоснежного окраса. Светлая шерсть собак выделяла их в темноте и куваса нельзя было спутать с волком. Кувас сильно привязывается к хозяину и на протяжении всей своей жизни сохраняет преданность семье. К посторонним людям эта собака относится спокойно и достаточно дружелюбно. Но в общении с незнакомцами кувас всегда сохраняет нейтралитет и не торопится впустить нового человека в свой круг общения. Кувасы общительны, однако это не те собаки, которые будут навязываться и постоянно требовать внимания. Это самодостаточные питомцы, умеющие самостоятельно принимать решения. Подчас они ведут себя даже слишком самостоятельно, но недостатки поведения легко исправляются корректным воспитанием и дрессировкой. Что касается дрессировки, то по отношению к кувасам нельзя использовать метод палки и физические наказания. Ваша воспитательная работа с собакой должна быть дружелюбной, последовательной и справедливой. От природы у кувасов сильный и довольно жесткий характер. Если дрессировка будет некорректной и жестокой, питомец может замкнуться в себе и озлобиться. Венгерские кувасы невероятно ценятся за свои рабочие качества и ответственность. Доверяя собаке охрану дома, двора или стада, хозяин всегда знал, что кувас будет защищать их храбро и стойко. А если понадобится, то и ценой своей собственной жизни. Венгерские кувасы очень сильные, выносливые собаки, спокойно переносящие плохую погоду. Эта порода развивалась практически без вмешательства человека. Как и другие естественные породы, кувасы славятся крепким здоровьем. Кувасы – неприхотливые собаки. Они не требуют специфического ухода. Если собака содержится в ограниченном пространстве, то для правильного развития и хорошего самочувствия ей необходимы активные прогулки, 2 часа в день, как минимум. Роскошная шерсть кувуса не нуждается в тримминге и стрижке, однако во избежание спутывания ее необходимо регулярно вычесывать. Эти крупные и подвижные питомцы не подходят для содержания в квартире или небольшом частном доме без собственной территории. Комфортно им будет на огороженной территории при доме, но только в формате свободного выгула. Кувасы не терпят ограничения подвижности и в условиях содержания на цепи часто заболевают. Можно содержать собаку в просторном вольере, но не на цепи. Венгерские кувасы – одна из древнейших пастушек пород, и существует множество версий ее происхождения. По одной из них, белые собаки пришли на территорию Карпатского бассейна во времена Великого переселения народов. Различные источники, сохранившиеся до нашего времени, показывают, что кувасов нередко путали с командорами. И те, и другие собаки имели белую, длинную шерсть и были отличными пастухами. Широкую популярность венгерские кувасы обрели в 15 веке, когда король Матиуш Корвинуш стал использовать их для охраны. Впервые на выставке порода была представлена в 1863 году и сразу завоевала всеобщее внимание. Венгерские кувасы стали быстро распространяться по миру и использоваться в разных странах в качестве пастухов, охранников и телохранителей. Как и подавляющее большинство пород, во времена Второй мировой венгерские кувасы чуть не исчезли с лица земли. К счастью, породу удалось сохранить. Сегодня эти великолепные, разносторонние собаки продолжают удивлять человека своими многочисленными талантами.